Конец октября для людей старшего поколения это всегда праздник. Ведь во времена Советского Союза 29 октября в нашей стране отмечался День комсомола. Сегодняшняя молодежь уже мало знает об этом движении, но для молодежи 20 века комсомол значил многое. К столетию в ЛГСМ Славянский историко-краеведческий музей подготовил экспозицию, посвященную этой дате. Нет в мировой истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был ленинский комсомол. В мирное и военное время комсомольцы первыми осваивали целину, возводили стройки, летели в космос, шли в бой. На каждом историческом рубеже комсомола тысячи молодых героев прославляли его своими подвигами. Прикоснуться к этой эпохе можно и сегодня в одном из залов Славянского историко-краеведческого музея, посвященного Станице Славянской первой половины 20 века. В Славянском историко-краеведческом музее хранится более 35 тысяч экспонатов. Конечно, часть этой коллекции посвящена и такому нашему прошлому, как комсомолу. Музей не мог остаться в стороне этой знаменательной даты, и как и другие музеи, мы оформили вот такую выставку к столетию комсомола. На стенде комсомольской истории можно увидеть неотъемлемые атрибуты молодежи того времени. Комсомольские билеты и путевки, грамоты, рапорты, вымпелы и, конечно же, основной символ комсомольцев – значки. Членские, наградные, памятные, юбилейные, служебные и сувенирные – каждый из них раскрывает свою страницу истории самого большого молодежного движения 20 века. Мы очень благодарны тем людям, которые нам помогали в создании этой выставки. Это и обычные люди, и просто дедушки, и бабушки, а также замначальник управления культуры Дмитрий Александрович Решмид. Он нам передал, как видно на выставке, различные значки, различные тематики, именно посвященные комсомолу. Стать частью большого дела комсомола мечтал каждый советский школьник. Возрастным требованием для членства было достижение 14 лет. А еще надо было хорошо учиться, быть активным участником жизни страны и оказывать посильную помощь. Пионерия, как и комсомол, учила гордиться своей страной, подвигами каждого ее труженика. С этой точки зрения очень интересно хранящееся в нашем музее письмо, полученное пионерами в ответ на вопрос о судьбе писателя Константина Симонова и прототипа его поэмы «Сын-артиллериста» Ивана Лоскутова. В уже далеком 1986 году ученики 4 класса, 1 лице, написали письмо в любимую всероссийскую газету «Пионерская правда». И всероссийская газета не осталась в стороне и прислала ребятам ответ, который сегодня хранится в нашем историко-краеведческом музее. Детям интересно, потому что это немножко другая история. Они говорят, что это история их бабушек, их мам, пап. Приходят и смотрят. Был случай, что одна девочка пришла, ой, сейчас же тоже есть пионера. И с удовольствием, с интересом рассматривают прописи, значки, фотографии. Комсомольцы были примерами для пионеров, пионеры для ребят помладше октябрят. Эта система, выстроенная в Советском Союзе, была направлена на создание у детей и подростков внутреннего идеологического стержня, стремление расти и совершенствоваться. Комсомол был фундаментом, который формировал советского человека. Но после распада Советского Союза в сложные годы становления России, идеи комсомола не нашли отклика. Хотя основные методы работы той организации и сегодня с успехом применяются в работе с современной молодежью. Узнать еще больше об истории комсомола каждый может, посетив выставку «Историко-краеведческого музея». Мария Климова, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко, программа «События».